На ваших экранах программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня к нам в гости пришла Татьяна Звездочкина, руководитель ландшафтной студии «Венус Дизайн». Привет, Таня. Здравствуй, Марина. Ландшафтная студия звучит очень непонятно для уха рязанских жителей, потому что ландшафтным дизайном практически никто здесь серьезно до вашей студии не занимался. Тебе как эта мысль в голову пришла и когда? Я бы не сказала, что никто не занимается ландшафтным дизайном в Рязани. В Рязани, конечно, есть у нас коллеги, которые занимаются этим и занимаются достаточно давно. Но как пришла эта мысль в голову у меня, хочу сказать, что не сразу, потому что я изначально учитель английского языка, и сад у меня был свой всегда. То есть начинала я у бабушки, бабушка мне привела, наверное, любовь к растениям, какие-то клумбы, семена, все мы это сажали еще, когда я была совсем маленькой. И как-то это все закрутилось до того, что я полюбила растения, и, в общем-то, поезда к бабушке по выходным, уже даже когда стала взрослой, я ждала, чтобы попасть в свой сад и покопаться в земле, так сказать. Но на профессиональный уровень это перешло не так давно, для этого, наверное, нужно было пройти какой-то свой собственный путь, долгий, получить несколько высших образований, которые пригодились в жизни, но не в сфере ландшафта, к сожалению. Но тем более мне этот путь дорог, поэтому сейчас все происходит осознанно и с большой любовью к профессии. И хотелось бы спросить о том, как именно получали, получала ты именно профессиональные знания, потому что, казалось бы, разбить сад, посадить цветы, это ничего сложного, но между тем это целое искусство, целая наука в любом случае. И к каждому саду, насколько я понимаю, ты подходишь индивидуально. Да, обязательно, потому что как-то, ну, сад это отражение и своего хозяина в первую очередь, поэтому люди все разные, ну, просто невозможно сделать сады одинаковым. Для меня это было бы сложно повторить. Сад при таком разнообразии, как бы, человеческих черт характера, при таком разнообразии растений, ну и вообще, что-то новое всегда делать гораздо интереснее, чем повторять старое. Что там? Допустим, совсем недавно прочитала в социальной сети, вот у тебя на страничке ВКонтакте, о том, что тебя вдохновляет сочетание цветов. Цвет – это то, от чего ты отталкиваешься и с чего вырастает целый сад. Что это означает? Ну, да, цвет для меня играет огромное значение, я себя считаю таким немного колористическим маньяком, потому что я с собой в машине вожу разные кусочки деревяшечек, кирпичи с объектов, на которых мы работаем, на которых начинается строительство сада. Мы всегда подбираем все эти оттенки, мы очень тщательно и с большой любовью, потому что разнообразие цветов у растений, оно просто огромное. И пестроты какой-то в глобальном смысле слова не хочется. Мы все как-то больше о монохромности, о каких-то цветовых переходах тонких. И меня это очень увлекает, я забываю просто о времени, обо всем, когда именно подбираю цветовую палитру для нового сада. При этом создание сада – это такой период, допустим, весна скорее, осень, переходный период. А сейчас мы видим результат той работы, которая была проделана. Или я неправильно понимаю? В принципе, правильно. То есть сад начинается в любом случае с проекта. Проектами лучше заниматься всегда в осеннее и зимнее время, как раз когда мы свободны именно для проектирования. Мы даже говорим всегда о том, что зима – это время проектирования, когда можно спокойно всем этим заняться, придумать, представить, помечтать о будущем саде вместе со своими заказчиками. И уже к началу весны мы проекты, которые мы нарисовали, придумали, мы приступаем к их реализации. То есть весь тёплый сезон, лето и начало осени мы занимаемся тем, что мы воплощаем мечты в реальность. И сейчас как раз реальностью становится та сказка. Вот может быть расскажешь о некоторых своих любимых проектах или о последних садах, которые как раз сейчас цветут? Ну, наверное, любимый проект всё-таки каждый, потому что в каждый проект вкладывается частичка души. Но вот из последних проектов, которые мы сдаём буквально сегодня, вот сейчас после передачи вашей я бегу забирать букет для заказчицы, забирать гору черешни для своей команды, потому что у нас основной цвет проекта был черешневый, а сад у нас называется этот «Витражи». И, в общем, мы его делали с большой любовью. Проект очень серьёзный, очень красивый дом, и сад получился просто вообще потрясающий. Пока, конечно, мы его видим уже взрослым, а на самом деле он ещё молодой. Молодые растения, молодые деревья, кустарники, но уже вовсю там цветут розы. И вот сейчас едем мы поздравлять заказчицу. Причём выдумывали какой-то безумный букет, который будет сделан из настоящей черешни, с растениями, которые уже растут в этом саду. Нам помогали, конечно, собирать этот букетик. В общем, сейчас торжественно вручим его заказчице. И, ну, в общем, все в таких приятных впечатлениях, в предвкушении сдачи этого проекта, сдачи объекта и как бы в предвкушении того, каким станет этот сад, ну, уже даже в ближайший сезон, красивым и любимым. Ты обучалась в разных школах у признанных мировых мастеров ландшафтного дизайна. Может быть, расскажешь о своём опыте, что оставило наибольший отпечаток на твоём становлении профессиональном? Я думаю, профессиональное становление, оно до сих пор ещё в процессе, потому что профессия ландшафтного дизайнера, она в себе сочетает бесчисленное множество профессий. От строителя до ботаника, от художника до психолога. И учиться доставляет огромное удовольствие. Первая школа, в которой я училась, это была школа «Светущая планета» Елены Константиновой в Москве. Там я познакомилась просто с потрясающими людьми, своими коллегами, с которыми мы до сих пор работаем вместе и дружим вместе из разных регионов. Из Самары, из Перми, из Воронежа. Ещё была школа международного ландшафтного искусства «Зелёная стрела» в Санкт-Петербурге. Но тоже неизгладимо, если это ставила учёба там. Периодически мы туда ездим, посещаем семинары разных мировых наших мэтров и учителей. Вот несколько лет назад мы ездили к Энтони Полу. Тоже мы просто под впечатлением влюблены в этого старенького дядечку. Очень находим много каких-то таких вещей, которые близки не только в работе, а именно какие-то такие душевные человеческие нити, которые возникают между друг другом. В среде коллег-ландшафтников огромное удовольствие доставляет и общаться, и учиться. И скоро мы опять поедем в гости, поедем на выставку, которая сейчас проходит в Москве. Обязательно очень хочется посетить коллег, поздравить лично Татьяну Гольцову, которая выиграла у нас на Челси серебряную медаль совсем недавно. В общем, всё уже тоже в ожидании приятного общения и впечатлений. И такой вопрос. Вы занимаетесь, допустим, частными садами, то есть создаёте людям, которые этого хотят, красоту, да? А если говорить о нашем городе, в последнее время особенно подвергается критике горожан, озеленение, в частности клумбы. Вот можно ли что-то сделать с нашим прекрасным городом древним, чтобы он зацвёл? Можно и нужно. И наш прекрасный город, мне кажется, уже давно жаждет озеленения. В прекрасном смысле этого слова. Но для этого ландшафтникам всё-таки нужно желание города работать именно с частными ландшафтными фирмами. Бывают ли такие случаи, когда проектируешь сад, например, вы проектируете сад, а в результате получается нечто неожиданное? И какие это чаще всего неожиданности? Приятные или неприятные? И как исправлять, если это не совсем то, чего вы хотели? Ну, мне кажется, сад – это нечто такое, проект, в котором возможны различные вариации. И случаются, конечно, какие-то изменения в процессе именно проектирования, даже в процессе уже строительства непосредственно сада. Но, в общем-то, сад – это настолько пластичная вещь, что, мне кажется, всё, что в нём не сделаешь, оно будет красивым в любом случае, и как-то оно всё равно живое, а живое не может быть некрасивым. И не может идти по определённо запланированной схеме всё-таки, да, до конца? Да. Ну, с какими-то, да, может быть, лёгкими вариациями. И в этом вся прелесть нашей работы, мне кажется. На этом я предлагаю закончить нашу беседу. Спасибо, Татьяна, что пришла к нам в студию. Мы прощаемся с вами до следующих выпусков. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!